О-о-о! О-о-о! Фу-о! Вот наш контент, ребят! Доезжешь! Лалай комментирует, это значит, он будет показывать нормальные темы. Только у него, к сожалению... Ну, вроде Африка у меня через какое-то время разлагивала и всё нормально было. Давайте дадим шанс. Во-первых, Фогич у нас синий. И Фогич поставил экспанд. Куда, собственно, направляет сейчас Мунчанский. И спокойно отменит шахту Как минимум шахту Вима 13, спасибо, привет Но с лучницами С дрядками очень сложно Что-то сделать с деревом Кипер пропускает Монобер, ну что ж такое Зачем подбежал так? Странно А, и Фоги, как вы видите, играет через Т2 Там, скорее всего, нет у него грейда на следующий тир Потому что начал с хантресками Сейчас много дряд Нетипично много для Т3 А Мунчанский точно делает Т3 Вот, пожалуйста, у него уже дерево большое У него уже медведи первые выходят То есть ему отмена даже шахты Очень-очень... Эй Извините, это я Не прав Даже отмена шахты Вот это фишка от Фоги Не, ну то, как работает десант в дирижабле Я понимал, но... Но я не знал, что... Что можно исключить вот так вот Блин, класс Короче, он заблокировал те места Когда люди вываливаются из дирижабля Они равномерно, типа, распределяются по тому месту, где был дирижабль Вот Не важно, где он В воздухе, в сетке, не важно Под... Все люди падают, как бы, вниз Под дирижабль Если там лес, то все умирают Если там вода, то все умирают Если там нет места, куда высадиться, все умирают И в отличие от всяких там телепортов Когда вы ставите юнита на армию, которая телепортируется сверху И если там стоит кто-то, там, вражеская армия То они, как бы, двигаются Ну, там, появляются чуть дальше, да Там, следом за теми юнитами, которые стоят Здесь, получается, Фоги убрал свободное место вообще Максимально И ничего не оставалось сделать людям в дирижабле, как прыгнуть в лес И прыгнули в лес два героя Третьего и второго уровня А учитывая то, что, ну, это колоссальные потери Просто колоссальные потери Сразу 1-0 Очень классно Мурлоки фактически выиграли Нет, на самом деле, в большинстве случаев, когда такая ситуация происходит Что кто-то кого-то ловит, там, фанк, привет, спасибо Если такое происходит, то, во-первых, это обычно не бывает рядом с лесом И, ну, не все делают так, как делают Фоги Я, если честно, не знал, что вот так можно заблочить И все люди окажутся черные нгде Оказывается, да Красиво Хорошее начало для Фогича Очень хорошее начало Наконец-то Варик у Мишки на стриме Но XCOM, на мой взгляд, очень интересно Мне, по крайней мере, очень интересно играть Сейчас мы на такую стадию пошли, блин, что Вроде как уже можно контролить, можно уже сражаться Можно уже ломать вообще все, что только можно Если правильно делать это Но пришли, тоже развиваются гады Мясной конь говорит, вот это было красиво Ну, это только начало, на самом деле То есть, можно считать, что это такая полухалявная победа За знание особенностей игровой механики Мало кто смог бы так воспользоваться То есть, обычно никто не лезет хантресами окружать там дирижабль и дриадами То есть, скорее всего, просто начали бы тыкать в него А он прям Знал, что делал Хотя, возможно, он не знал Возможно, он окружал для того, чтобы развести человека на телепорт Но это маловероятно, потому что, если дирижабль падает То там все равно те люди, которые находятся внутри От головокружения страдают так, что лучше сразу телепорт поражать У них медленная скорость перемещения, медленная скорость атаки Они еще не боеспособные Так что Фогич, скорее всего, целенаправленно блокировал свободное место вокруг дирижабля Смотрите, как Муну обидно Пролетал какой-то несчастный мурлок Кидает в тебя сетку И все, игра заканчивается фактически после этого То есть, ты уже ничего не контролируешь после этой последовательности То есть, вот ты полетел, славил сетку и все Дальше, следующие там 10 секунд До конца игры Ты уже просто думаешь, а что, как, как так Фогич знал, я видал на стриме Его уже такое Ясно Виви говорит, Фоги посадит за это Он же читак управлял мурлоками Что? Природный маг? Что? Виви-виви Луна сегодня стабильно Не-не-не, уже Мун проигрывает 0-1 Так что нет Что там ссылочка на стим комьюнити? Шоу так rewards После варкафта будет и к чём? Спрашивает повар После варкафта, скорее всего, будет и к чём Я не знаю, сколько я варкафта посмотрю Когда он закончится Но к шестим мне надо будет отойти на пару часов Но и к чём, я уверен, сегодня будет Правда, возможно Возможно, 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 возможно После того, как я вернусь, я слягу спать Потому что сегодня мы проснулись Приехали рано С шести утра я не... Спутштол где-то я не сплю Зато отлично поиграли сегодня с утреца в X-Chon В проб, привет! Игра в X-Chon Уставшем карается, говорит верно, Аспиран Да, да Я соглашусь Именно поэтому иногда откладываю сложные миссии И я пару траев точно залил в X-Chon Когда пытался сыграть Ну, типа, в конце рабочего дня Прям в самом конце Итак, Фоги Мун Фоги ведёт 1-0 Фоги синенький справа наверху Мун красненький слева внизу На заднем плане комментирует Ла Лайт Он же Лолита Он же тыкает мышкой А я сижу, попиваю кофеёк И болею за Фогича На самом деле не сильно, потому что За Фогича как начнёшь болеть, так всё Все вот эти вот какие-нибудь мелкие косяки Вот эти вот и не мелкие косяки Начинаешь переживать Нервы дороже Два Демон Хантера Хотя карта Амазония довольно контактная Здесь часто играют через Через Прейстасов Демон Но Дима самый нейтральный вариант То есть, в принципе, вы можете через Демон Хантера играть Против почти всего Короче, как за нашу сборную по футболу, говорит Нэт Я за них не болею Но новости слышал Каширский код говорит Зайду сюда, поставлю И дальше работать Давай Возвращайся Мун начинает крепиться значительно лучше, как вы видите Со счетом Мун здесь очень темпово играет На этой карте имеется в виду Что, 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 что Что, 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 что Что ты кричишь, слышь Блин, как Лолайт напугал Я думал, там какой-то Да не такое оно битое было, чего О, а сейчас что он кричит Побежал Мун на троллей Грамотная эта тема с сорчами С выманиванием двух троллей Но Фоги рядышком Фоги вписывается Берн Удар хороший И под занавес нужно еще догоняющий Берн давать Ай, грамотно, конечно, Мунчанский Не стал ловить А сам вернулся Обычно вот такой догоняющий Берн Он еще, ну Противник по тебе делает Берн Ты на инерции еще убегаешь Ответить ему не можешь А он, видите, развернулся специально О, еще Марчу Убить можем Ох, достал, молодец И Берн еще сделал над 50 Красава Фогич впереди Фоги, Фоги Я тоже тут был не смотрю За наших болей по ИСБ Каждый год чемпионы Очень атмосферный Фоги знает, что такое ИСБ Фоги в хорошей форме есть шансы Или как в футболе? Мехпаник спрашивает Но он пока ведет 1-0 Но я не знаю, какая форма у Фогича И какая форма у Муна Пока смотрится так, что Как бы Оба достойны Плюс одна Арча у противника Ну как-то Фоги еще Почти достал Почти достал Димка Арча Фоги Да, Бил Арчу молодец Наполучал по здоровью Но до этого, помните Была размена невыгодная В пользу Муна Точнее, не в пользу Муна Но тролля забирает луналики К сожалению, а? А зачем убегал? Я не пойму Зачем Димка убегал? Это очень странно А-а-а Конечно, мы смотрели это Халдир, Олдер, Скаут Там наши же Почти всегда в топе На ГГС-триме были В последнее время я не видел их Да, битва наций Там и дуэлички есть И там 8 на 8 А где Хантерс Хоу У Муна? А-а Стоит на мастерской Постоянно их путаю Да, хороший клон Хорошие артефакты у Фогича Здесь тоже неплохие И Когти есть И Агила есть 5 на 5 И 21 на 21 Очень контактные играют Агрессивно, я бы даже сказал Гирает Фогич Агрессивнее Е, чем противник Успеет подрезать Ой, там кипер Киперы прорываются О, здесь придется на телепорте уходить Ну, размена телепорта на 2 арчи Ай На одну считайте арчу Это не очень выгодно Такой вот врыв У Фогича Такой вот Сейчас опасный момент Могут поймать на криппинге Да, очевидно Да Кипер не прав здесь Он пришел до того Как у него Димка Оказался рядышком Это странно Первая дриатка появляется Че Фоги пропустил Берн Сейчас сделал Берн Такой сомнительный на 27 Тигрогомель, привет Очень важным У кого первый и третий Димка будет Первым Третий Димка будет Похоже у обоих будет Оба разбежались Оба крепятся Да Демонхантер Посмотрим, что по артефактам Че там, че там, че там Видимо Дайте посмотреть Скролли, видимо, скролл за бист Выпал Фогич Самый плохой артефакт Вообще Из возможных Ладно, протыкает потом Просто Лалает Знает иероглифы На корейском Вот то, что предметы подписаны А мы-то не знаем Че там выпало Мне очень нравится Крепрут В Все-таки Муна Видите, он сейчас еще артефакт Аурны может быстрее, чем Фогич выбить Туршот Сравнительная фигня Расстроился Лалай Типа фигня Мунгозла ауру взял Да, конечно Как иначе Его для этого и берут Прикопка и аура Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Светокречения выкупил Здесь уже ситуация неплохая весьма у Фогичи Вампиризм в данный момент работает лучше, чем Трушитаура У кипера Пока там не будет двух грейдов на защиту Вампиризм будет круче Нифига себе, какой он наглый Мун, офигел Вы посмотрите, посмотрите Собирает красную точку рядом с нами И соберет ведь Фоги верит, но не успевает Бер на козла Может быть стоит и пойти в агрессию сейчас Потому что противник битый Минус медведь И минус дирижаблю можно сделать еще Всегда висели вот эти вот медведи, которые блокируют Став Ну что, не будем мы пушить его? Левел похуже, к сожалению Арчей убивает, чтобы не ели лишнего Так противник сейчас вторую красную сожрет Зачем мы на остатки старой красной идем? Ой, ну фогично, серьезно Оооо Ладно, вампиризм у нас работает Висп Видит, что Мун крипит магазин Надо после этого сразу бежать На вторую красную Фир говорит Не пойму, как можно стримить в Варкрафт Когда в Герой 4 следующая компания За упыря Они называли меня упырем Да, многообещаю Интригующая компания Там нас ждет Так, рейда 0-0 У Фогича, что странно Здесь уже 1-1 Ну Овца горит Ай, убил овцу 1-0, видимо, сейчас у Фогича И делает он второй грейд Да, 1-0 Опгрейда Но там будет всегда плюс 1-1 А Лукрия такой приходит Типа Фоги выигрывает Да ладно Ой, ты пропустил такой момент В первой игре Да, но здесь по апгрейдам Действительно проблема И Лалай тоже говорит Это что, размен? Нейтю Блэссинг зачем делаем? Красава Подрезала ловкость Фогич будет провоцировать Вообще борьба за эту последнюю красную точку Там и экспа, и артефакты могут быть Определяющие И Фогич выходит из лимита Амун сидит на лимите 50 И выстраивает апгрейды Обмена опять бёрнами Блин, напряжённо как-то, а Сейчас противник начинает больше золота получать Но Фоги хочет заставить его сражаться за эту точку При этом, чтобы у него преимущество было Хороший бёрн Подходит армия справа А, там дирижабль летит Ой, там дирижабль нам не показывают Там сейчас мейн нам будет убивать А Нейтю Блэссинга нет Дима врывается, капец Да это минус дерево сразу Просто Это фишечки Фишечки от Муна Он любит такие вещи Ой Ну, в общем, дойти в атаку Это классика просто, жанра Классика Протектор, ты будешь... Что? Это ошибка от Муна Он серьёзно будет воевать? Хотя Мунвелла полная Если ещё Грейджи на Мунвелла То можно и продержаться Не, почему не производить просто? Бейстрейд можно спокойно Дерево надо убивать ещё Блин Дерево там потанкует Офигеть, как классно 1-1 Грейды против 2-1 Скорее всего Там Медведи больше, чем у нас Светокличение Светокличение Риджовы Да, и протектор доделался Отступает под протектор Грамотный Мун Зепеллины минус 0 Да нет, тут Мун отбивается Какие проблемы? Ну я бы вышел 1-1 Да, обидно Дёшево так развёл Просто Просто дёшево За что? За что нам это? Ребят Кто скажет? Почему плеер спайкает Каждые 2 минуты Приходится топ-старт делать? А какой плеер? Ерик 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 Есть, во-первых, возможность Зайти на Как глянул первую игру Ржач Это Да Ну что, третье Третье решающее Они, кстати, тоже смотрят Это с какого-то фида Или с какой-то С какой-то трансляции Не понимаю, о чем он говорит Да, мех маленькая Я понимаю Но повторюсь Это был мясной конь Который новый Типа хороший Но оказывается, что нет Зачем смотреть в арчах Когда можно смотреть Как у моего кота После сна помялась щека Кот какой-то Эти несчастный Погладь хотя бы Что ли кота Порадую Демон-хантер Демон-хантер Стандартные у нас вещи будут Как правило, демоны приводят Ну, хотя нет Хотя нет Мы же видели, как на первой карте Фогич, несмотря на стартового Там был стартовый козел, скорее всего А не стартовый демон Поэтому он играл в хантресик И поэтому он играл в экспант с дрядами А так действительно Первый демон-хантер Это, как правило, всегда выход в Т3 Всегда через барак с арчами Ну, криппинг, рандомные артефакты Посмотрим, что попадется В целом, в прошлой игре артефакты Были за нас Но, видите, каким Элементарным моментом С разводом Муду удалось Просто игру перевернуть Да, меня сблагородствует Это классная вещь Наверное, даже полезнее, чем когти С учетом мануэллов Должны быть полезны Первое различие по артефактам У фогича клё Точнее, не клё А клёк 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 Который позволяет прятаться Но он не такой, конечно Не всегда полезный В отличие от перчаток скорости Которые выпали муну Всё, и оба крепятся Реплэшмент поушин Тут строит арчей Достраивает мунвелла Мир, зачем мне делать спид тест Когда спикает плеер гг Ну что, проверить В скорости ли это делали, нет Давайте посмотрим игру Граби против ППМС Финал есть в ЦН и ЛТ Я не помню, что там было Там у обоих, что ли, сапоги? Да, да, да Оба купили сапоги Обмениваются ударами А, это у нас параллельный Эльдарт работает Окей Ну, хоть бы предупреждал Пока беготня Ничего не происходит особо Оба выходят в Т2 В Хантерс Холл Если смотрит новый плеер То он бет Предлагается, что с ней работает Окей Не знаю, речь шла об этом Или нет Смотри, Вар Здесь не спрячешься совсем Сейчас первую Арчу У нас могут подрезать Демка вырывается Обгоняет Арчу Которую должна была блокировать И... Подрезает Подрезает у нас первую Арчурку О, два кипера О Дело не в Герои было В прошлой игре Помните? На этой карте, кстати, есть Одна мастерская Какая одна? Две, две, две Сейчас будут они пытаться Опять же делить Какие-то центральные точки Прикапывает хорошо Пытается окружить Мун бежит уже сюда Красиво Красиво Кажется, хотел прикопать даже кипер Попытаться уроном Тиком Вот этим вот прикопкой Хотя там вообще Фигня наносится Ай, Арчи прибегают Очень битые Прикапывается одна Арча Вторая еле живая Минус две Арчурки В общей сложности И это не конец Там еще кипер подтягивается Минус третий Арча Да блин Что происходит? Да у него кипер просто полный Понимаете? Надо добить Добивает Молодец Минус все Арчи В целом Если ты после этого Не даешь противнику Качаться до появления Первых медведей То ничего страшного Почему? Потому что все равно Эти Арчи должны идти под нож Потому что они едят много В сравнении с медведями Они не такие выгодные юниты У меня спид-тест показывает 96 мегабит А когда вы зависает Интивируется только что СССР Ясно Да 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 Интересная стратегия Первая дрядка выходит Опять выпала Кстати Вампиризм Фогичу Фогичу Очень везет на артефакты Вот с такими артефактами Реально можно затягивать Но опять же Затягивать против того же самого Муна С учетом его Скилла разводов Очень рискованно Козла прикапывают А болишь Спасает тут же Да Найтман Ты прав Экспо отдавать жалко Ну затягивать Затягивать надо после этого То есть переходить в криппинг Сначала подпушить Чтобы он не криппился пока А потом Самому догонять С медведями О Нифига себе Фоллан Омагад Фоги 1-1 Мун Да там первая игра Вообще рофл была Если Я не знал этой механики С дирижаблем Рекомендую пересмотреть Короче ладно Дирижабль в сетке Рядом с лесом Фоги вместо того Чтобы убивать дирижабль Сразу Он подходит И всеми окружает дирижабль После этого убивает его Людям некуда Выпадать И они выпадают На елки на соседние Минус два героя Минус армия Мун пишет ГГ выходит Старая фишка Нет Ну фишка-то Старая Что Сбивать Но я не знал Что Что Ты можешь блокировать Прямо рядом Ну то есть Они не будут уходить За твою армию Они будут уходить За лес Я не знал Я не знал Этой фишки Увы Дорядку можно потерять Ах Чуть-чуть Там один выстрел Оставался Эй Там Лидоколыч Экспериментирует С низкой задержкой В новом плейе Насколько я понял Ну что Красная точка У Муна Сейчас Но они В целом Действуют Более-менее Зеркально И в такой ситуации Конечно Побеждает Тот Кто-либо С таким Хитрым Разводом На самом деле Не очень хитрым Как Мун Заставит Переведет игру Вообще В другое русло Либо Тот Кто Ну при равном контроле Естественно Получит Получшие артефакты Аурные Маска 5-5 Лучшие Из 5-5 Артефактов Но может быть Аура У Фоги Сейчас смотрим Что Ну бери Урэрэ Урэрэ Ааа Там этот Там Кипарик 5-5 На другой Хреновый Ну емая Ладно Разводить Наверное Надо пытаться Раз мы уже Прокрепили Все что только Можно Надо бежать Уже В сторону Врага Фогич Увидел Что Натурал Прокреплен И понял Что Надо Возвращать Противника Домой Пока он К тебе Не пришел Мун Достраивает Два Мунвэла У нас Есть Дирижабль Мун Просто Вот он Плюет Он плюет Понимаете Он К нему Раньше Пришли Нет Он говорит Я Я буду Первым Все равно Рык Давай Рык Пуги Пуги Что По Нечу Блэйсингу Опять 100% Умуна Готов У нас Не готов Телепорт На Телепорт Пуги Ну Берн Пропиши Молодец Магазин Выживает На последних Хитах Пуги Семида Ну Ладно Че Еще Еще Нормально Пока Телепорт На телепорт Обменяли Фогич Побежал Вперед Виспа Встретил Мун Увидел Где Находится Фогий И 47 Лимита Там Вроде Как Мун Выходил Из Лимита А Он Успел Отменить Этих Двух Медведей Молодец Конечно Да Заказался Увидел Что Фогич Не будет Сражаться Отменил Такие у них Антонации Прекрасные Ну Лезть на базу Где там Стоит Барак Где есть Мунвела Совсем Смысла Нет Тем более У тебя Четвертый Ну Противник Четвертый Дима Хантер У тебя Третий Ну Вот 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 Моноберн Догоняющий Прописали Может Где-то Кого-то Можно Подрезать Опа Кто Это Пришел К нам Ну Ё Ма Ё Не открывай Да блин Я бы вырубил Этот вообще домофон Но я ж не один живу Тот звонит Полетел Дирижабль Коллекторы Военком Еще Накидываем Жень Кто Это Отлично Че Говорят А Они К нам Прикольно Обожаю Домофон Еще Одна Хоккейная Лига Конь Конь Точно Про Коня Забыли Жень Ну Хорош Там Коты Пищат Закрой Пожалуйста Тогда Дверь Монтан Джайантов Делает Сейчас Фогич Пошла база Зачем Монтан Джайн Кто 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 Подскажет Они же Медведи Не убивают Монтан Джайн Исходные Любой Исходные Даже Два Исходных А Там Дирижопель Летел Это Фейк Я Понял Все ТГВ Спасибо Мани Продакшн Да Да Точно Ну Фогич Фогич Знает Об экспанде Он же Пролетел Да Сейчас Посмотрел Дирижаблем Сейчас Нужно Принимать Решение Что Делать Выходит Из лимита Выходит Из лимита Оооо Какие у Фоги шансы Ну 50 на 50 Как бы счет 1 на 1 Эльф на эльф Тут вообще ни черта Непонятно Вроде как Триггер сработал То есть Фогич Выходит из лимита У него должно быть Ну его должно быть Теоретически побольше Учитывая то что он посидел Подольше Плюс там база не успеет Окупиться Бла 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 Но Там же Ну хотя у нас Ауры лучше Ну да заказывай медведи Да заказывай медведи Фогич 60 64 должно быть 64 пошло И Теперь я знаю как найти Мишу Надо в Белгороде Пока Миша стремит Звонить в каждый домофон И слушать Когда у Миши Зазвонит телефон Да Понеслась друзья Понеслась Иллюзии быстро диспелятся Демонхантер Уражески много побегал Ооо Риджув хороший Фоги кажется Сражаются то лучше Светок лечения первый Светок лечения второй Подрезается первый Медведь Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Дерись! Дерись! Будь мужиком! Но он убегает. Фогич, ты не беги на мейн. Вспомни про экспанд. Алло! Вспомнил про экспанд. Бежит на экспанд. Он там не работает. 54 лимита у Муна. У Фогича сколько? 60? Сколько у Фогича? Ну тыкни на Фогича. Ла лайк. 57 у Муна. 57. 56. Виспу убили. Какие медведи у нас красивые, зеленые. Вау. Тык, тык. Минус экспанд. Хорош. 64 у нас. Инвул прожимает. Красава. Дави. Дирижаблем нижнего медведя. Спасай. Демонхантер. Демонханта. Демонханта. Став. Хорош. Став медведя. Вау. Ну, Фоги чемпион как бы. Изи. Пуги. Фоги. Это не Фоги. Это Фоги. Четвертый. Четвертый кипер. Димка возвращается. Здоровый. Но тут медведи пытаются прорваться. Демонхантер. Спрошь. Без свиток. Дурак. Что? Что? Я ненавижу. Блин. Болеет за Фогича. Капец. Тебя Демонхантер. Обьют у него свиток. Все уже видят. Чай успели хлебнуть. Блин. Демонхантер умер. Все. Пошли в таверну. Бухать. А, нет. Демонхантер. Вон у нее свиток. Блин. Ну, пинг же. Да нет. Это не пинг. Какой черт пинг? Его били? Две секунды. Пинг. 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 Ладно. У нас нормально все. Мы взяли свиток лечения. У нас 64 лимита. Мы отменили противнику. Бааа. Правильно. Зу. И можно идти на мейн. Он понимает, что сражаться нельзя. Подрезает медведя. Ах ты собака. Ах ты не честно. Всемиром на одного. Медведя пытаются. Спасает. Спасает. Спасает оболишем. Потом. У. Ну, берны делай. А, бернов нет у нас. Амун делает берны. Все по кругу. Мишки бегают по кругу. Что такое оболиш? Это дисполы дрят. Оболиш мэджик. Наносит 300 урона вызванным существам. Точечный такой диспол. Ооо. Вы видели, как дирижабль там божит? Пуги. Пуги. Ребята, это все пуги. Арчи красный. Мун контролит, как царь. Капец. Да ну нафиг. Так играть. Вы что? Свиток где? Ой, свиток. Ооо. Медведя став. Медведь убегает на последний хит. Так, козел получает. Получай, козел. Как же комментирует лалает. Просто. Вы слышите? Он прям, прям визжит такой. Ааа. Прекрасно. Очень эмоционально. Пуги, соберись. Реджувы. Пуги, пуги. Очень все красное у Муна. Приходим Мунвелу. Там два медведя. Ооо. Там два медведя с маной. Опасненько. И Мунвелу еще тоже можно. Да. Ой, ой, ой. Опасно. Ой, опасно. Ой, опасно. Сейчас подриджувится, подлечится. Что делать? Что делать? На развороте пуги начинают играть. Свиток лечения. Не бегай медведями всеми за одним Демон Хантером. Алло. Минус дирижабль у нас. Минус дирижабль у него. Медведь красный. Дриада красная. Стенка на стенку. Брат на брата. Медведь на медведя. Они начинают умирать. Они начинают кричать. Рычать. Козел наш. Козел. Козел наш. Минус. Что? Что? У нас Демон Хантер. Это тактическая отдача. Все в порядке. На. Моноберн на 124. У нас Демон Хантер пятый. У него минус Демон. У нас минус Козел. Козла не жалко. Демона очень жалко. Козла. Козла. Прижимаем вражеского. Димка живой. Грейды 2-3. Пуги. Закажись. Пуги. 800 голды. Ну не бегай ты всеми. Ну ёпар СТ. Двойной выкуп. Кипер. Ну такое выкупать. Как бы Кипера. Одновременно с Димкой. Да блин. Пуги. Пуги ты. Ах. Нет. Пуги. Пуги не надо. Пуги. Пуги. Да. Еще. Да ты что блин. 37 на сколько блин. А у нас тут уже Висп собирал дерево на стороне врага. Кипо. 42. Блин. Да ну нафиг. Там почти 6 дима уже. У нас тоже. Зачем козла было выкупать в той ситуации? Зачем? Зачем? Что-то Майкер сегодня слишком поясничает. Ой. Ой. Скуть. Фу. Ночной. Как блин. Салман. Это же этот. Не тунец. Пусть будет тунец. Ну что ты руинишь? Скажи мне. Взял, присыдил. Все. Я теперь. Теперь буду сидеть и скучать. Такой ты зануда. Капец. Тунец. Лосось. Уже тунец. Начну с щегол. Ну что, нам сейчас надо козла ждать. И игра поменяется. Да, Сергей уже все, уже поздно. Он прав. Да. Дима, ну куда тут? Дима, Дима, аккуратно. А, персоналка. Сейчас дрядку можем потерять. Нам нужно ждать козла нашего. Минус коза. Что-то про Егора говорит. Кипа вышел. Значит, блэйсинг там есть, у нас нет. В результате у него база уже сейчас будет добывать. У нас на полпути. Не грусти, а то как Воливерин будешь стрим вести. Я не в курсе, что там. Капитан Арктика. Не, вроде Грейт уже есть у дерева. А что мы там тогда так долго шли? Что делать, что делать? У нас две ауры прекрасные. У нас лимита столько же, сколько у врага. У него раньше немножечко будет... Добыча пойдет. Ну, а тут проиграть вообще изи. Не, Фрусайд, у меня вообще нет таланта по пародированию. Пуги? Блин. Ну, а откуда может он появиться, если сразу, как только начинаешь что-то пытаться сделать, сразу какой-то товарищ, вот этот, тунец. Что-то говорит не то. Что-то он начинает. Ночной. Ну, где ты? Почему берны не делаешь? Ну, в Пуги, ну. Опасный момент, друзья. Очень опасный момент. Надо магазин контролить. Свитки выкупать. Обменялись Бернами. Берн, Берн. Диспл. Берн хороший. О, продолжение классное от Пуги. Дерево, правда, здесь может поглощать. Главное, к дереву сильно близко не подходить. Минус медведь. О, минус Дима. Я бы вышел. Но Мун не выходит. Почти шестой Дима. Пуги, Пуги, давай. С детства за Пуги. Тыкает в шахту просто. Пуги. Давай. Правильно ли это решение? Давай, тыкай, не думай. Тыкай. Тыкай, как никогда. Пуги. Пуги. Пуги убивают. Дерево. Ох, все красный. Дима сейчас будет шестой. Шестой, Дима. Нету маны, чтобы прожать. Монобер на 150, это лучше. Битые медведи. О, ну там тоже битые медведи. У нас два, а у него три. Шестой кипер. Получил Берн. Никакой Транклило не будет. Ну, все, как бы. Ну, я говорил уже все, что в этой игре, но как бы сейчас-то точно все. Ну, тут нереально для Муна вырулить. Какой там Демон Хантер из Алтаря, вы чего? Четвертый раз уже все, говорит Амфио. Не, ну, ну... Дима не может не успеть восстановиться. Идет в развод Мун. А что у него по деньгам? Прибежал козел вообще. У него была задача отвлечь внимание, нифига он не отвлек. Алтарь убивается, Мунвелл убивается следом. ГГ, даааа, 2-1, Мун, Пуги, Пуги, Пуги. Класс. Не, ну хорошие игры. Хорошие игры. Оба, короче, этих эльфа нестабильные. Вот эти вот стафы Демон Хантеров в никуда. Отдача Демон Хантеров. Воскрешение козлов под Демон Хантеров вражеского.